Продолжение следует... 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чёрт возьми! Если б я его не удержал, он бы, пожалуй, убил Азопа. Боже, сохрани! А зачем сохрани? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Один гад съест другую гадину, обоим туда и дороги. Что ты, брат? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пройдё, Лёшик, старику, посиди около него, а я выйду на двор, у меня что-то голова болит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алёша, посиди, посиди около меня А где Иван-то? Он на двор пошёл, у него голова болит Боюсь я его, Алёшенька Я его больше, чем того, боюсь Не бойтесь, батюшка, не бойтесь Он сторожит вас А Митька, наверное, к грушеньке побежал Он на ней жениться хочет Жениться Не пойдёт она за него, батюшка Не пойдёт Не пойдёт, ни за что Ни за что не пойдёт Ангел милый Повидай грушеньку Распроси её Распроси её Своим глазом Угадай, кому она хочет Ко мне, аль к нему Ну, калю вижу Что спрошу Нет Не надо тебе спрашивать Она тебя целовать начнёт Нельзя тебе к ней идти Да и нехорошо это, батюшка А Митька-то Митька-то куда тебя дачи посылал? К Катерине Ивановне За деньгами, верно? Денег просить Нет, не за деньгами У него денег нет Ни капельки нет Иди Я, может Я, может, засну Ну что он? Усну Скажи, Иван Чем кончится Весь этот ужас? А ничем Расплывётся всё Во всяком случае Дмитрия сюда пускать Не надо Но неужели Неужели каждый Имеет право решать Кто из людей Достоин жить А кто не достоин Кто же не имеет права Желать? Ну А ведь не смерти же другого А хотя бы и смерти Это насчёт Давешних слов моих Неужели ты считаешь И меня, как Дмитрия Способным Пролить кровь отца Что ты, брат Никогда даже в мыслях У меня этого не было Да я и Дмитрия не считаю Спасибо хоть на это И знаю, Алексей Убийство совершиться я не дам Как мне далось сейчас Но в желании их моих Я оставляю за собой Полный простор Иди И не смотри ты на меня Как на злодей Слава Богу Наконец-то вы Поля, зажгите, пожалуйста, ещё свечей Я потому вас так ужасно хотела видеть Что от вас одного могу узнать правду Я пришёл То есть он послал меня Ах, он послал вас? Вот как А чем же он послал вас ко мне? Да вы садитесь и говорите всё Не стесняйтесь Самое последнее говорите Он приказал кланяться И сказал, что больше не придёт никогда Кланяться Он так и сказал Так и выразился Да, так Ну, может быть, он сказал это Нечаянно, мельком Может быть, он ошибся в слове Нет, он просил передать именно это слово Повторив его три раза Тогда мне нужна ваша помощь, Алексей Фёдорович Я вам сейчас скажу свою мысль А вы мне ответите, верно ли я думаю Вот если бы он велел кланяться мельком Нечаянно То это было бы всё Это был бы конец Но если он особенно настаивал на этом слове Подчеркнул его То стало быть, он был возбуждением Не себя, может быть Решился решение своего Испугался Не ушёл от меня твёрдым шагом А полетел с горы Так, мне самому так показалось А коли так То я ещё могу его спасти Я должен вам сказать Дмитрий сейчас был у отца И кажется, побежал к той женщине Ах, боже мой А вы думаете, я не перенесу эту женщину? Но он не женится на ней Это страсть, а не любовь Мне кажется, что женится Он не женится, потому что она за него не пойдёт Что вы так смотрите на меня? Может быть, не верите? Аграфиана Александровна Ангел мой Пойдите к нам А я только и ждала, что вы меня позовёте Здравствуйте, Алёшенька Мы в первый раз видимся, Алексей Фёдорович Я хотела идти к ней Но она, по моему желанию, пришла сама И принесла мне покой и радость Не погнушались вы мной, милая барышня? Не смейте мне так говорить, волшебница Вами-то гнушаться Да я вот поцелую вас Вот, и ещё, и ещё Вы посмотрите, Алексей Фёдорович Как она смеётся Сердце радуется Нежите вы меня, милая барышня А я, может быть, и не стою вашей ласты Не стоит Она-то не стоит Ах, боже мой Знаете, Алексей Фёдорович Что мы своевольное, но гордое сердечко Мы благородные, великодушные Мы были лишь несчастны Был один тоже офицер Мы его полюбили, отдали ему всё А он нас забыл и женился на другой Теперь он овдовел и едет сюда И знайте, что только его мы любим И любили всю свою жизнь Скоро он приедет И Грушенька опять будет счастлива И кто же посмеет Попрекнуть её Или похвалиться её Благосклонностью За годы несчастья Ну, разве только Этот купец без ногой Но он был скорее нашим отцом Нашим оберегателем Он застал нас тогда Брошенную в муках И спас, буквально Спас от гибели Очень уж вы защищаете меня, милая барышня Очень уж вы поспешаете Защищаю? Да мне ли сметь защищать вас? Вы посмотрите, Алексей Фёдорович На её лицо Вы посмотрите на эту прелестную ручку Она мне счастье принесла И воскресила меня И я её сейчас целовать буду Вот, вот И вот Не устыдите вы меня, милая барышня Что ручку мою при Алёше целовали Да разве я вас устыдить хотела? Ах, милая, как вы меня дурно понимаете Да ведь и вы меня тоже не совсем понимаете Я, может, гораздо дурнее, чем у вас на виду Я ведь Дмитрия Фёдоровича тогда Из-за насмешки одной заполонила А теперь вы спасёте его Вы дали слово Вы вразумите его И откроете ему, что любите другого А нет Я вам такого слова не давала Как не давали? Вы же обещали Ничего я вам не обещала Я ведь скверная Непостоянная Может, что и пообещала А вот сейчас обратно думаю А вдруг он мне снова понравится Митя-то Ведь в прошлый раз Он мне очень понравился Вот пойду сейчас Да и скажу ему, чтобы он у меня Всего же дня и насовсем остался Но давече Давече вы говорили Совсем не то Как же вы? А я ведь сердцем нежная и глупая Вот приду домой Да и пожалею его Я Я не ожидала Я думала, что вы Ах, барышня, барышня Какая же вы передо мной Добрая и благородная Выходите А вы теперь, пожалуй, меня И такую дуру И совсем разлюбите Дайте мне вашу ручку Ангел-барышня Вот возьму я вашу ручку И так же, как вы мне поцелую Вы мне три раза А я, может, триста поцелую Чтобы сквитаться Ручка-то Ручка-то какая у вас нежная Барышня вы моя милая Раскрасавица вы моя невозможная А знаете, что, ангел-барышня Не поцелую я вашу ручку Не поцелую Что с вами? А вот всем и оставайтесь на память Что вы-то у меня ручку целовали А я у вас нет Да вы наглая Наглая А я и Митя сейчас перескажу Как вы мне ручку целовали Ах, как он будет смеяться Витя-то Как он будет смеяться Вон, мерзавка, вон Стыдно Стыдно, милая барышня И непристойно вам такие слова говорить Вон, продажная тварь, вон Ну, уши, продажная Сами-то вы, девицы, в сумерки Кавалером за деньгами хаживали Красоту свою продавать приносили Успокойтесь Успокойтесь, что вы Как можно Уйдите, ради бога уйдите А я уйду Я уйду Проводи-ка меня, Алешенька Проводи, голубчик Я тебе по дороге одно хорошенькое словечко скажу А ведь я эту сценку для тебя проделала Монашек ты мой миленький Это тигр, тигр Ее надо плетью на эшапоте Через палача Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович? Я бы избила ее Избила Я же вас предупреждала, Катрин Мы бы слишком пылки, слишком своевольны О, вы еще не знаете этих тварей А братец ваш подлец, Алексей Федорович Как он смел рассказать этой твари Про тот роковой, тот проклятый вечер Ох он подлец, подлец А так кричала тигр Тигр есть Царица наглости Восторг в своем роде Митя, ну неужели ты на такой женишься? Коли захочет, Алешка Так тот час же А не захочет На дворе ее дворником буду Самовары раздувать На посылках беду А Катерина Ивановна, Мить Ведь ты жених ее Ты и теперь жених Ах, Алешка, какой я жених Разве тут любовь Тут, брат, война Вечная война Не может забыть того рокового дня Когда я Когда я ее Купить вздумал Да, брат, что это ты бредишь? Нет, за деньги купить Было это год назад Я еще прапорщиком служил в линейном батальоне А командовал этим батальоном родной Катин отец Ах, Алешка, посмотрел бы ты на нее тогда Красавица из красавиц Умна, образована Ну, не скрою Добивался ее взаимности Но только кто я для нее был? Бурбон, хам Она на меня даже не взглянула ни разу Но дождался я своего часа Прошел слух, что у Катиного отца Не застача казенных денег Подослал я к ней Так, мол, и так Коли придет ко мне секретно Так после того Отвалю ей требуемые Четыре с половиной тысячи Все мое достояние Как же ты, брат? А, разве я не злое насекомое? Пришла, брат В сумерки Глянул я на нее и понял Что своим бесчестием Она меня в грязь топчет Что она своим падением Так себя хочет возвысить Чтобы мне вовек ее не достичь Только жертву-то я ее не принял Вручил ей деньги И благороднейшим образом отправил Вот этого Она мне не простит До смертного часа не простит Я же ее благородством превзошел А потом пошла, пошла Из гордыни Судьбу своей носил ее В невесты себе предложила А любит-то брата Ивана Так оно и есть, Алешка Все это, брат, драма Произошла она там Трагедия же, Алешка Произойдет здесь Куда же она спрячет Водку-то Митя, ну что ты? Алешка Дала мне Катя три тысячи Под условием, чтобы я их отправил К тетушке в Москву А я их не только не отправил Я их прокутил С грушенькой в мокром Как же ты мог? А вот так смог Смог Вот заклятые спрячет Мне бы только отдать их, Алешка Отдать Согласен быть подлецом Но вором, карманным вором Ты скажи, где мне эти деньги взять Ну где же их возьмешь Три-то тысячи, видите? А у отца, Алешка Он не даст, он ни за что не даст Знаю, знаю, что не даст Совершенствию знаю Мне бы только отдать Отдать Смотри Тут готовится страшное бесчестье Страшное Гибели мрака, Алешка Ладно Иди своей дорогой А я Своей Митя, я молиться за тебя буду Не молись за меня, Алешка Не стою И не нуждаюсь Прощай Знайте, отцы мои Каждый единый из вас Виновен за всех И за все на земле Исцеляйтесь от страданий Любите ближних ваших И тогда каждый из вас Будет в силах Весь мир любовью объять И слезами своими Людские грехи омыть А-а-а-а Сынок Зайди Зайди, милый Я знал Знал, что ты прибудешь Чего ты Подожди Сейчас оплакиваю Видишь, сижу Беседую с друзьями Может, еще долго проживу Встань, сынок Встань Дай посмотрю на тебя Был ли у своих? Был Видел ли брата? Обоих видел Я про того спрашиваю Которому сегодня До земли поклонился Страданию его Я поклонился Великому будущему Страданию Которое ожидает его Отец и учитель Неясны мне слова ваши Какое страдание Ожидает брата моего Показалось мне Нечто страшное Словно всю судьбу Его выразил Один взгляд Был такой взгляд У него Что ужаснулся я В сердце моем Тому Что этот человек Для себя Уготовляет Извлеки вас Бумага Перо И тернелус Браво Ваще Молодец Держи-ка Держи Мой последний Рубль И заведи Мне музыку Слово А я Сейчас Напишу Я Напишу Роковая Катя Роковая Катя Завтра Достану Тебе А не Достану Пойду Отцу Проломлю ему Голову Жди Моли Бога Тогда Не Будов Они Дадут В крови Так что же Вам Сударь От меня Угоднос Во Вероятно Уже Наслышано Кузьма Кузьмич О моих Конторах С отцом Моим Дочисто Ограбившим Меня Дело В том Что По наследству Матери Мне Принадлежит Деревня Чермошня Так Вот Из-за Этой Деревни У меня С отцом Моим Идет Тяжба Так Не Пожелаете Ли Вы Благороднейший Кузьма Кузьмич Взять в суде Мои права На этого Изверга А мне Дать Три тысячи О Смею вас Заверить Вы ни в коем Случае Не проиграете Так как Деревня Стоит Не менее Двадцати Пяти тысяч Одним словом Я готов Тотчас же Подписать Все бумаги И выдать Вам документы Какие имею А вы бы Мне только Три тысячи И тем Спасли бы Мою бедную Голову Для благороднейшего Можно сказать Дело А Ибо Антерну Вам могу сказать Кузьма Кузьмич Питая весьма Глубокие чувства К известной Вам особи Которую Вы слишком Хорошо знаете И о которой Отечественно Печетесь На этой особе Кузьма Кузьмич Состукнулись Три лба Ибо Судьба Это страшилище Реализм А так как Вас Пардон Давно уже Надо исключить То остается Два лба То есть Один мой Другой Изверга Итак Выбирайте Или я Или он Теперь Все В ваших руках Три судьбы Два жребия Вот документы Извинитесь Мы такими делами Не занимаемся Как же это А мне говорили Что вы Извинитесь Не занимаемся Но Ведь я теперь Пропал Погиб Нам сударь Такие дела Несподручны Суды Адвокаты Сущая беда Вот если хотите То тут Есть Один человек Боже мой Кто же это Кто Не здешний он Лесом торгует Прозвищем Легавый У отца вашего Уже год Как торгуют Чермышни Рощу Да за ценой Расходятся А теперь Он приехал И остановился В селе Ильгинском У тамошнего Священника В Ильгинском Легавый Вот если бы Вы все это Ему Предложили То может Статься Гениальная Мысль Именно он Именно ему В руку Он торгует С него Дорого Просит А тут ему Документ На самое владение Не знаю Как мне вас Благодарить О вы не знаете Вы спасли Меня Не стоит Благодарств Век вам этого Не забуду Кузьма Кузьмич Это вам истинно Русский человек Говорит Русский человек Итак В Ильинское К легавому Спешу Доброе утро Здорово Здорово Все это Здорово Ну что Как там у вас Как твой Старец Очень худо Ему Может быть Сегодня умрет А и вам У Митьки Невесту Его отбивает Для того И сюда И приехал Неужто он вам Сам это сказал Для него Я же тогда Приехал Не зарезай Меня тайком Зачем Вы так Денег не просит Волчит Усмехается Меня осторожит Боится Чтобы я На грушке Не женился Для того И Митьку На нее Наталкивает Если Митька На грушеньке Женится То Иван Его богатую Невесту Себе и возьмет Подлец он Твой Иван Подлец Как вы раздражительны Батюшка Это вы наверное Со вчерашнего Пошли бы Да прилегли А Митьку Твоего любимого Я раздавлю Как таракана Вот так Дуфлей Щелкнет Мить И лет его Или захотел Сейчас же его В полицию За вчерашнее Но ведь вы Не станете Жаловаться Нет Он отговорил Засади я его Она сейчас услышит Тотчас к нему побежит Эти я Стерву Насквозь Знаю А что Коньячков Не выпьешь ли Нет Благодарю А может выпьем Нет Спасибо А я выпью Вот булочку Возьму Коли Дадите Бери Бери А коньячку И вам бы не надо Да я только Одну рюбочку И шкапика Вот и довольно От одной рюбочки Не околею Вы теперь Как будто Даже добрее стали Слушай Алексей А что если Я Митьке Тыщенке Полторы дам Согласился Вон мерзавец Отказаться От грушеньки И убраться Отсюда Совсем Не знаю Не знаю Я спрошу Только он говорил Ему надо Три Глупости Не надо Спрашивать Ничего Я ему не дам Ничегошеньки Мне самому Денежки нужны Мне каждая Копеечка нужна Потому что С деньгами Стоит только Захотеть Все и будет Алексей Федорович Я вот В скверне Моей До конца Дней Хочу прожить В скверне Та она Слаще Все ее Ругают А все Живут Ну кси Тайко А я Открыто А в рай Твой Я не хочу Не хочу Алешка Да и по-моему Порядочным Человеку Быть враил Даже и неприлично А Митька О деньгах Ничего не говори Он надеется Будет Каналь Его А друшинку Вот он Получит Грязь Его прочу Грязь Мерзавец Подлец А ты чего Это стоишь Ступай Ступай Нечего Тебе у меня Делать Прощайте Батюшка Ты чего Думаешь Не увидимся Нет Это я так Ага Ну я тоже Так Ты не обижайся Не обижайся Надца Приходи На уху Я тебе уху Сворю Особен Придешь Приходи Непременно Непременно Приходи Здравствуйте Павел Федорович Не знаете вы Где сейчас Брать Дмитрий А почему Собственно Мне про них Должно быть известно А вот Кабы я При них Сторожем состоял Я так только Спросил Не знаете ли Да ведь я был У его хозяев Мне сказали Что он не ночевал Дома Ничего я Про их пребывание Не знаю И знать Не желаюсь А брат Мне говорил Что вы все знаете И даже ему Обо всем знать даете Это потому Что он меня Бесчеловечно стеснил И два раза Грозил смертью Как смертью А что это Для них Составляет По ихнему характеру Сами вчера Изволили наблюдать А на медни Даже угрожали Меня В ступе Истолочь Ну если в ступе Я думаю Это только разговор Не скажите А где Иван Федорович Вы тоже не знаете А вот это Мне доподлинно Известно Иван Федорович Сейчас находится В доме Госпожи Хохлаковой У Екатерины Ивановны Верховцевой Я больше Не люблю Дмитрия Федоровича Он мне стал Жалок И если он Даже женится На той твари То я Все-таки Его не оставлю То есть Не то чтобы Я таскалась За ним Или мучила Его О нет Я уеду В другой город Но всю жизнь Не уставая Я буду следить За ним И когда он Станет с той тварью Несчастен А это Непременно Будет Непременно Непременно Будет То пусть Тогда придет Ко мне И он Встретит Сестру Встретит Истинного Друга Я добьюсь Того что буду Его Богом Которым он Будет молиться Я обращусь В средства К его счастью В инструмент В машину Для его счастья И это на всю жизнь На всю жизнь Таково мое решение У всякой другой Все это вышло бы Надломленно И вымученно У вас же Все было В высшей степени Искренно И потому Вы правы Но ведь это Только в эту минуту А что такое Эта минута Всего лишь Вчерашнее оскорбление Возможно И так Но с характером Катерины Ивановны Эта минута Продлится Всю ее жизнь Ваша жизнь Катерина Ивановна Будет теперь Проходить В страдальческом Созерцании Собственного Подвига И горя Ах боже мой Как это все Не так Как все не так Алексей Федоров Скажите же вы Наконец Мне Мне мучительно Надо знать Что скажете Именно вы О моем решении Да Что же я могу сказать Я Ничего Ничего Продолжайте Это от сегодняшней ночи Но рядом с такими друзьями Как вы Я чувствую себя крепко Потому что знаю Вы никогда Меня не оставите К сожалению Я завтра же должен Оставить вас Так как уезжаю В Москву Завтра в Москву Ну как же Боже мой Но это же очень хорошо То есть не то хорошо Что вы покидаете нас Напротив Я буду очень несчастна А то хорошо Что Что вы лично Передадите письмо Моей тетушке И откровенно ей расскажете О моем ужасном положении Поверьте Я так этому рада Я Я сейчас же бегу Писать письмо Моей тетушке Сейчас же Алеша Что Алеша Ведь вы же так хотели Выслушать его мнение Ах да Я жажду ваших слов Алексей Федорович Ну что с вами Я никогда не думал Я не мог себе представить Чего не могли Он уезжает в Москву А вы вскрикнули Что рады Это вы сыграли Как на театре Как в комедии сыграли В каком театре В какой комедии Я не понимаю вас Я сам не понимаю Я знаю что Плохо буду говорить И все таки скажу Ведь вы Брата Дмитрия Не любите Я право не знаю Но надо же кому-то Правду сказать Потому что здесь Никто почему-то Правды сказать не хочет Какой правды А вот какой Позовите сейчас Сюда брата Дмитрия Пускай он придет Возьмет вас за руку Потом возьмет за руку Ивана И соединит ваши руки Потому что вы Ивана только любите Дмитрия В неправду любите Надрывом любите Вы Вы маленький Еродивый Вот вы кто Катрин Ты ошибся Мой добрый брат Катерина Ивановна Никогда не любила меня Хотя знала Что я люблю ее Она держала меня При себе Для беспрерывного мщения Она мстила Мне за все Те оскорбления Которые выносила От Дмитрия Такова это женщина Алеш Теперь я уезжаю Уезжаю навсегда И знайте Катерина Ивановна Что вы действительно Любите только Дмитрия И любите его таким Каким он есть Оскорбляющим вас А если бы он вдруг Исправился Вы тотчас Разлюбили бы его Вот это и есть Ваш надрыв Прощайте Мне не надо Вашей руки Вы слишком Сознательно Мучили меня Чтобы в эту минуту Я мог вам Простить Может быть Потом А сейчас Нет Иван Это я виноват Это я Я виноват Я должен его вернуть Иван Иван Постой Погоди Сейчас же туда вернуться Иван Сейчас же Не вмешивайся в мои дела Алексей Ну ты злобно Злобно и несправедливо говорил Иван Ты обидел ее Как это нехорошо Господи Я не вернусь туда Алеша Не вернусь Ну А ты успокойся Надень свою скуфью И успокойся И знаете что Пойдем-ка лучше мы с тобой В трактир Пообедаем Выпьем шампанского За мою свободу А ведь она же Пошли Пойдем-ка лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Пойдем Пойдем Значит ты завтра утром уезжаешь? Утром? Разве я говорил что утром? А впрочем можете утром А ты чего беспокоишься? А как же отец и Дмитрий? Да я то что сторож что ли у них? Дела кончил и едут Дела Давича кончил Ты был свидетелем Подумай только, почти около года мучился я с ней, она меня мучила, и вдруг разом все слетел. Дальше вышел от нее и расхохотался. Ты и теперь, Иван, как весел. Только, может быть, это не любовь. Алешка, не говори о любви, тебе это неприлично. А что весел, брат, так это от молодости. От жажды жизни. Ты знаешь, мне кажется, нет в мире такого отчаяния, которое могло бы победить во мне эту иступленную, почти неприличную жажду жизни. Я очень рад, Иван, что ты так любишь жизнь. Только это ведь одна половина. Теперь бы тебе надо подумать о второй. В чем же она, твоя вторая половина? Ты сам знаешь в чем. Как и веруешь или вовсе не веруешь. Так что? Да, так. Ну что ж, могу сказать тебе прямо и просто. Я принимаю Бога, принимаю премудрость Его, и цель нам совершенно уже неизвестна, и верую в порядок, и в смысл жизни, и прочее, и прочее. Ну, Слав-то на этот счет много понадела. Но в окончательном результате я все же мира Божьего не принимаю. Я убежден как младенец, что страдания людские в конце концов заживут и сгладятся. Что весь комизм человеческих противоречий исчезнет как жалкий мираж. Что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца. На искупление всех злодейств людских, всей пролитой ими их крови. Хватит не только, чтобы простить, но и оправдать все, что случилось с человечеством за долгие века. Пусть все это будет, пусть все это явится. И все же мира Божьего я не принимаю и не хочу принять. Вот кратко моя суть, Алеша. Вот мой тезис. Я высказал его, наверное, как нельзя глупее. Но тебе ведь не о Боге нужно было знать, о чем живет твой брат, во что верует. А для чего ты говорил, как нельзя глупее? А чем глупее, тем яснее. Глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется. Может, ты все-таки объяснишь, почему ты мира Божьего не принимаешь? Конечно, объясню. К тому и вел. По-моему, Алешка, Христова любовь к людям есть невозможное чудо на земле. Не понимаю. К чему это ты? А вот к чему. Жил как-то большой и важный генерал в своем поместье. Две тысячи душ. И была у него псарня с сотнями собак. И чуть ли не сотни псарей. И вот как-то дворовый мальчик лет восьми, играя, пустил камнем и зашиб ногу любимой генеральской гонщики. Почему собака моя охромела? Спрашивают генерал. Докладывают, что вот, дескать, мальчик камнем пустил и ногу ей зашиб. Взять его, приказал генерал. Взяли мальчика, взяли у матери. Всю ночь просидел он в кутузке. А на утро чуть свет выезжает генерал во всем параде на охоту. Кругом него собаки, ловчие псари, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Генерал велит раздеть мальчика. Раздевают ребеночка. Раздевают всего до нога. Он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть. Гони его, командует генерал. Беги, беги, закричали псари. А ту его, завопил генерал и бросил на него всю стаю борзых собак. И псы на глазах у матери растерзали ребеночка на куски. Ну, как по-твоему, что нужно было сделать с этим генералом? Расстрелять! Браво! Ай да схимник! Так вот какой бесенок у тебя в сердечке сидит. Я, может быть, сказал сейчас нелепость, но... То-то и есть, что но! Знай, послушник, на нелепостях мир стоит. Я рассказал тебе про этого растерзанного ребеночка для того, чтобы вышло очевидней. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, я не хочу говорить. Я клоп! Клоп! И признаюсь, что я ничего не понимаю, для чего так все устроено. Люди сами виноваты. Им дан был рай. Но они захотели свободы и похитили огонь с небеси. Поэтому их и жалеть-то нечего. Но если они должны страдать для того, чтобы страданиями купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Скажи мне, Алексей, мог бы ты, возводя здание судьбы человеческой, с целью осчастливить людей и дать им, наконец, мир и покой, замучить для всего этого хотя бы только одно крохотное создание? Вот этого самого ребеночка? Нет, не смог бы. Но есть существо, которое может простить всех вся и за все. Это ему воскликнут, прав ты, Господи, когда все на небе и под землей сольется в единый хвалебный глаз. Ты забыл об этом, Иван? Нет, не забыл. Но я не хочу и не буду восклицать ему, прав ты, Господи, видя, как мать будет обниматься с мучителем, раздерзавшим псами ее сына. Не хочу! И пока еще есть время, я постараюсь взять свои права и свои меры. Но это, это же бунт! Бунт! Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова. Можно ли жить бунтом? А я хочу жить, жить, жить! Да как же ты будешь жить с таким адом в голове? Разве это возможно? Ведь ты не выдержишь. Есть такая сила, что все выдержит. Какая сила? Какая? Карамазовская сила низости. Это потонуть в разврате и загубить душу в растлении? Да, пожалуй, это. А может быть, и избегну. Да как же ты избегнешь-то? Чем? Опять-таки по-карамазовски. Это чтобы все позволено, так что ли? Да, пожалуй, все позволено. От этой формулы я не отрекусь. А ты что же? Ты отречешься от меня за это? Нет. Не отрекусь. Пойдем, брат. Да, пойдем. Вот что, Алеша. Я завтра, наверное, уезжаю. Если мы когда-нибудь еще с тобой встретимся, то ты уж на эту тему, что мы сейчас говорили, больше со мной ни слова. Хорошо. Да и насчет Дмитрия тоже больше никогда со мной не заговаривают. Хорошо. Ну, теперь ступай к своему старцу. А то еще, пожалуй, умрет там без тебя. Целуй меня. Вот так. И прощай. Прощай, брат. Вот так. Почай. Вот так. Улыбка. Там, гряло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok